На сегодняшний день в Ангарске около двух с половиной тысяч кадровых доноров. Тех, кто регулярно сдаёт кровь. Ежедневно через Ангарскую станцию переливания крови проходит до 20 человек. Большинство из них делает это по велению сердца. Вы знаете, когда-то, 50 лет назад, доноры спостримы в моей жизни. После гепатита. И то есть она сама не смогла стать донором, естественно. И я пообещала, что если я смогу кому-то приносить пользу, то куда-то деньги. Сдавать кровь эти люди, скорее всего, будут и дальше. Но есть и те, для которых денежное вознаграждение является определяющим. По словам главного врача Ангарской станции переливания крови Ольги Смирновой, таких немало. По новому закону денежное вознаграждение, а в нашем регионе оно составляло в среднем 350 рублей за одну кроводачу, заменят продуктами питания. Есть уже нормативный документ, который прописывает именно продукты и именно их количество по граммам прямо. Это мясо, это рыба, это овощи, фрукты, это соки, это вода. Потому что считается, что после кроводачи донор теряет значительную часть жидкости, и он ее должен восстановить. Региональный нормативный документ, в котором будет прописан новый порядок работы, сейчас находится в стадии доработки. Сегодня ясно одно – необходимо больше внимания уделять пропаганде безвозмездного донорства. По словам Ольги Смирновой, в Ангарске такая пропаганда только начинает действовать, в основном среди молодежи. Например, студенты медучилища уже провели несколько акций по привлечению новых кадров в донорское движение. Первая из них состоялась осенью прошлого года. Теперь такие мероприятия распланированы добровольцами на месяцы вперед. Поскольку я себя помню, всегда хотела сдавать кровь. Во-первых, она мне отрицательная, как бы очень нужна людям. Согласно новому закону, некоторые денежные выплаты все же останутся. Например, за эритроциты и тромбоциты, а также за сдачу 4-й отрицательной группы крови. Закон об отмене платного донорства уже вступил в силу в начале года. Но пока идет переходный период, в Ангарске за донорство еще платят. Каким образом будет складываться ситуация дальше, покажет время. Наталья Никифоровна, Дмитрий Новопашин, Владимир Селиванов, Местное время.